В Советском Союзе, где я учился, очень часто педагоги обращали внимание на то, чтобы ученик вник в смысл произведения. Что это значит, по-моему? Абсолютно вникнуть в смысл произведения и произвести то, что написал композитор, это все равно, чтобы ошуманиться или ошопениться. То есть быть самим композитором. То, что он хотел выразить, он это сказал сам. К чему я это говорю? В конце 19 века и в начале 20 века в итальянской философии и социологии доминирует термин «помысленная» и «мыслящая». Что это значит? Мысль «помысленная» это то, что уже написано. Хотя гениальными композиторами и гениальные вещи это уже было. Он сотворил чудо. Допустим, лист, шопен и так далее. Действительно, они сотворили чудо. Но это ведь застывшая музыка. Это музыка, которая не говорит ни о чем. Это просто бумага, написанная гениальным композитором. А вникнуть в это содержание, это все равно, чтобы стать листом. Что я хочу этим выразить? Исполнитель всегда должен руководствоваться мыслью «мыслящей». Он должен, я думаю, перевоплотить образ для себя еще раз. И создать новое произведение. К тому, что было уже написано. Хотя произведение гениальное. Это не имеет значения. Он должен создать мысль «мыслящая». Некоторые философы, идеалисты даже говорили, что мысль «мыслящей» создается новый мир. Новая планета, новая земля и новое небо. Ну, сейчас это нас заведет очень далеко. Значит, мысль осмысленная уже. Созданная и мысль «мыслящая». Я хочу обратить внимание на то, что субъективная сторона исполнителя играет огромную роль. Он именно мысль «мыслящая», которое добавляет, оживляет то, что уже написано. Вот это бы я хотел сказать. Я хочу, чтобы все, которые хотят обратить внимание на это, обратили на это внимание. И в конце я хочу выразить, значит, благодарность, благодарность тут организатору, значит, этой записи. Мистер Ахмад Аль-Хенеуи, Садык Аль-Азизи, яни, рагин бухнес и мусиль-кибир. Я не знаю, что это все вместе с нами, но саадуни гиддан. И я хочу сказать, что это все. Они не тяга. Себе в принципе, это все вместе с нами, и я хочу сказать, что субъективная сторона, и мысли в них было в такой точке, что редкость субъективной сломки, Садык Аль-Азизи, доктор Ахмад Аль-Хенеуи. Это конечная строка. Он вообще субъективный результат. Я не знаю, что это было не так, ой, так что у меня нужно. Я не знаю, что я не понимаю, что я не буду говорить. Я не знаю, что я не буду говорить. Я говорю 16 лет мне, биолог. 18 лет мне, что я digo, что у меня был философист. то, что за мероприятие, когда дают на Месхалдар в завершение, а улетал, в чём-то на москве и пяти, но он не верит в наш частный регионат, за что делать, а 우리führка и пяти, а теперь в машине мы сражали мы, мы с вами всеộём. И вот он был и зеленский регионы, и мы с вами пересыли в городе, мы остаемся на сайте. Многие идут, и пытаются reading бодрога, и мы не будем слушать о том, что они едят в нашу тему, а все-таки все это в порядке, и все дети, Продолжение следует...